Новогодние каникулы Можно ли к нему как-то подготовиться заранее? Конечно, можно. Во-первых, необходимо для себя определиться, как человек собирается проводить эти праздники, какая у него задача, какие планы, заранее расставить приоритеты. В общем-то, активный спорт, ленивый спорт, отдых на диване. Как правило, все хотят отдохнуть, все ждут этого момента, чтобы лечь, сказать, все, меня нет на эти 8 дней. Самый лучший отдых – это смена все-таки вида деятельности, поэтому, в общем-то, просто валяние тюленя на диване, оно не принесет большого отдыха. Да, физически небольшой, один-два дня, ну а дальше, в общем-то, лучше бы использовать с пользой такие вот свободные дни для проведения с друзьями, товарищами, семьей, уделить себе время. Может быть, в течение года на что-то откладывалось время, себе не уделялось, есть прекрасная возможность, чтобы это реализовать. Так, теперь давайте буквально в двух словах поговорим про новогодний стол. Он у нас, как правило, весь изобильный, там и майонезы, что-то жареное, что-то копченое. Есть ли какие-то рекомендации, что должно быть на новогоднем столе, или, может быть, наоборот, что ни в коем случае не должно быть на новогоднем столе для того, чтобы печень была в строю вместе с нами? Ну, тогда, наверное, не просто печень, в общем-то, тогда уж, в общем-то, весь пищеварительный тракт, в общем-то, чего категорически запрещено, особенно в сочетании с алкоголем. Это жирная жареная пища, значит, что-то из специй очень соленое, очень перченое, очень зажаренное, очень в масле, вот, значит, в сочетании с алкоголем это будет давать очень такой серьезный удар не только по печени, но и по поджелудочной железе. Чего, в общем-то, рекомендовано? Так. Значит, побольше овощей, фруктов, значит, квашеная капуста очень хороший продукт к столу, клетчатка помогает, значит, справиться с токсическими проявлениями при употреблении алкоголя, в том числе, значит, побольше жидкости. Угу. Вот, примерно так. А какие, какой-то там активированный уголь с собой, что-то нужно вот такого плана, медикаменты? Значит, тогда мы говорим, в общем-то, о состоянии, когда человек себя уже довел до какой-то точки, когда ему нужна уже медикаментозная помощь, это, по сути, уже отравление какой-то степени. А если заранее выпить, то есть, вот, предвосхищая эти события, так нельзя поступать? Ну, тогда, в общем-то, опять же, вопрос, а какова была изначальная задача? Выпить активированный уголь, либо другие лекарства, чтобы, значит, поменьше от симптомов отравления было, тогда может не отравляться изначально, заранее? Ну да, главное поставить тогда себе правильную цель. Правильную цель и задачу. Да, да. Вот у меня еще такой вопрос. Такой, нужен совет от нарколога. Я не пью, вот немного пью. Ну, куда бы я ни пришла, первым делом, все всегда наливают и меня всегда заставляют пить. Я знаю, что таких, как я, очень много. Говорят, ну, что ты не пьешь? Ты что, болеешь? Ты что, летишься? Ты что, антибиотики пьешь? И аргументы вообще никакие не помогают. То есть, когда ты просто говоришь, что я не хочу, мне вообще никак не прокатывает. Что делать в этой ситуации? Есть ли какие-то советы от нарколога? Чтобы у тебя услышали люди? В общем-то, советы не просто от нарколога, а вот такая обычная человеческая рекомендация. Вы не обязаны ни перед кем, ни перед чем оправдываться. Если вы чего-то не хотите, вы можете заранее об этом сказать за столом. И, в общем-то, если люди взрослые, адекватные и понимают и уважают ваше мнение и решение, то они не будут задаваться вопросом, а зачем, а почему и так далее и тому подобное. Поэтому вы имеете право на свое мнение, без доказательной базы для всех остальных, не оправдываясь. Поэтому можно просто объявить, у меня бокал вина и, к примеру, и все. Или я вас совершенно не собираюсь пить, потому что я так хочу. Угу. Ну вот, говорят еще как-то, или там пить и прятать куда-то, или выливать там в цветы в раковину. Да нет, ну зачем же? Ну это, в общем-то, такой уровень детского садика, я бы так сказал. Зачем? Можно ведь просто сказать, я вот не собираюсь и все, но это мое решение. Я буду пить весь вечер чай. Или, к примеру, сок, или еще морс. К примеру, так. Поэтому, я думаю, что ваши... Все запомнили? Да, друзья, товарищи, значит, те, кто собрались за одним общим столом, это люди близкие, как минимум, кому доверять можно. Поэтому я уверен, что они должны прекрасно понять того человека, который решил вдруг провести вечер без алкоголя. Или вообще все праздники без алкоголя. А причины на этом могут быть свои какие-то разные, внутренние, и не обязательно всем об этом знать. Владимир, вот сейчас все эти камеры работают для вас. Что бы вы пожелали, как человека, как югорчанин, как нарколога, вот всем жителям нашего округа, вот поздравления и рекомендации с наступающим Новым годом? Как нарколог, наверное, хотел бы пожелать, в общем-то, знать меру, определяться, что хотят выпивать за столом и хотят ли вообще выпивать. И если вдруг начали по каким-то причинам выпивать, ну, в общем-то, моя рекомендация, каждый знать должен свою меру. Все мы взрослые, все мы отвечаем за свое здоровье сами, ну, если вдруг уж случилось отравление, то, конечно, приходится обращаться за медицинской помощью, не без этого, но меру надо знать. И побольше, пожалуйста, жидкости за столом, если употребляете алкоголь. Всех с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, провести выходные продуктивно, качественно, чтобы после этих январских праздников выйти отдохнувшим, а не уставшим. И не встретиться с вами после новогодних праздников, да, Владимир, все, спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, с гостем мы прощаемся, а с вами увидимся через несколько минут. Дождитесь. Субтитры сделал DimaTorzok